Как только ты поднял паруса и берег остался позади, ты становишься свободным, как ветер, открытым для вдохновения и новых приключений. Друзья, программа «Парусный спорт» как всегда в ближайшие полчаса расскажет вам о самых интересных событиях прошедшего месяца. Самый романтичный вид спорта вновь зовет вас навстречу ветрам на самых лучших акваториях нашей страны. Самый популярный в мире монофлот на самой популярной акватории в России. У организаторов Кубка России в классе J70, как говорится, сошлись все звезды. И звезды удачи, и звезды, которые приехали на первый этап, чтобы побороться за золотые награды. Хочем пожелать вам в первую очередь хорошего настроения, соблюдения правил, уважайте соперников и решения судей. До встречи на воде, чуть позже будет брифинг для вас. Для меня это такой первый опыт гонок с профиками, поэтому просто получить удовольствие и максимальный опыт. Хорошей борьбы, честной, то есть хороших эмоций. И, в общем-то, мы все за этим приезжаем. Ветро, конечно же. Мне кажется, это классное мероприятие, хорошего уровня. Для начала сезона самое то. Хороший, качественный класс, проработанный отличным конструкторским бюро, прекрасно управляется, надежная, замечательная яхта. Маневренность нравится больше. Человека классная водка, мне нравится. Очень сбалансированная водка, да. Малая интересная, она всем известна, популярная. Рады приветствовать участников Орегата Кубка России. По традиции собрали сильные команды. Мы открываем этот сезон здесь, в Санкт-Петербурге, в нашей новой локации Смоленко. Санкт-Петербурге, в нашей новой локации Смоленко, в нашей новой локации Смоленко, в нашей новой локации Смоленко. Очень большим отставанием. Стартовали, ну там догнали чуть-чуть, даже претендовали в какой-то момент уже и на третье место, но чуть-чуть не хватило времени. Вот, в итоге пришли в середине, как раз в пятом. Новый клуб, конечно, прекрасное место, очень здорово расположено, все видно, супер, мне очень нравится. Первый гоночный день Кубка России стартовал, одна гонка уже завершилась, шесть узлов у нас было, скисло до трех, и больше борьба, конечно, сейчас идет судейского комитета за ветер. Кубок России стартовал, а это значит, нас ждут три сумасшедших дня, я уверен, завтра и послезавтра будет более динамично. Кубок России стартовал, а это значит, нас ждут три сумасшедших дня, я уверен, завтра и послезавтра будет более динамично. Второй гоночный день первого этапа Кубка России в классе J-70, продолжаем ждать погоду, но первая гонка уже завершилась, по итогам первого гоночного дня лидерство захватила команда Барс, Зидарт были на второй позиции, первая же гонка сегодня поменяла этот расклад, Зидарт в итоге финишировали первыми, Барс третьими, между ними Селден Си, в общем, все еще впереди, друзья, вся борьба впереди, сегодня будет очень длинный гоночный день. День прошел для нашей команды неплохо, да, действительно, мы поднялись, мы сегодня пришли вторые и третьи, переместились на третью строчку, небольшой отрыв от второго места, Ну, правда, и четвертый рядом, но уже не шестый, как вчера все-таки лучше. Обидно, конечно, что всего две гонки было, ну, можно понять, погодные условия сложные. Каково гоняться в таких условиях? Ну, мне кажется, в конце мая в Питере гоняться в шортах, в майках, в кепке и в солнцезащитных очках офигенно. Второй гоночный день подошел к концу. Пятерка сильнейших. Елена Гинц, Гудстрим, пятые. На четвертой позиции Руссеван Кирилла Подольского. Третьими идут Василий Харабардин, Селден Си, Зиды. На второй позиции Анна Стрелкова. Ну и первое место продолжает занимать Карен Степанян со своими Барсами. Завтра развязка, друзья. Завтра узнаем чемпиона. Завтра развязка, друзья. Финальный день первого этапа Кубка России в классе J-70. Очень напряженная ситуация в турнирной таблице. За моей спиной стартует. И вот только что стартовала третья гонка сегодняшнего дня. Сразу три команды практически с равными очками претендуют на золото. Это Руссеван, Карен Степанян со своими Барсами и Зидар Целентим. И остальные команды совсем рядом. В общем, развязка будет фантастическая, друзья. Руссеван, Карен Степанян. Играет музыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В кармане хороший отрыв. Поздравляю всех, друзья. Регата завершена этой гонкой. Сумасшедший день. Сумасшедшая борьба. Джей-70. Ура! На самом деле для нас все решилось в предпоследней гонке. Мы начали ее достаточно хорошо, и на верхнем знаке были вторые. Но, к сожалению, пришли седьмые. Сильно провалились. На второй лаверобке совсем не попали ни туда, ни сюда. Поэтому вот эта последняя гонка была уже не столь волнительной, потому что задача была простая. Нужно было с одним соперником, с Морозовым, как раз за третье место добороться, удержать, и все. Очень жаль, что не смогли претендовать на места лучше. Хотя была реально такая возможность до этой предпоследней гонки. Ну, как получилось. Наконец-то хороший денек выдался в Санкт-Петербурге. Дул стабильно северо-восточный ветер. Вот мы догнали лидеров вред последней гонки, тоже лидировали. В конце второй лаверобки был такой нестабильный пошел ветер. Да, мы немножко его не прочитали. На этом как бы упустили свое преимущество в течение дня. И последнюю гонку наши оппоненты взяли старт. Гораздо успешнее, чем мы. Соответственно, выиграли нас, мы заняли второе место. Но мы, в принципе, рады этому результату. Чуть-чуть у нас не было такой какой-то собранности, концентрации на воде. И чтобы у нас все время валилось все из рук. Ну, не получалось попадать в заходы. Ветер еще сегодня нестабильный. А так относительно, вот собрались последние две гоночки. Ну, и у нас получилось. Класс СБ-20 начал активно развиваться в России с середины нулевых. За это время он приобрел огромное количество почитателей. Ну, и наши спортсмены, конечно же, завоевывали очень серьезные трофеи на международной арене. Поэтому неудивительно, что с каждым новым стартом этот класс приобретает все больше и больше крепких профессионалов. Тому подтверждение стартовавшей первый этап Кубка России в Екатеринбурге. Голубая жемчужина Среднего Урала, озеро Таватуй, на стыке весны и лета раскрасилась парусами СБ-шек. Кубок России и по совместительству Кубок Уральских гор собрал 16 коллективов. В Екатеринбург съехались их смены из Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. С Коми-Пермятского Таватуй переводится как «водный путь». Вот их 16 коллективов на протяжении всего уикенда искали свои водные дороги. Первые пятничные старты состоялись только в 18.00. И до заката успели пройти целых 4 гонки. Уже на следующий день всех порадовала настоящая парусная погода. Барашки на воде, крепкий ветер заставляли выкладываться по полной. Получалось не у всех, кто-то ловил броучинги, ну а кто-то пользовался ошибками соперника. По итогу дня организаторы получили 12 протоколов в копилку, а значит регата уже состоялась. Каждая команда собрала не минимальные три старта, а по 7 и больше гонок. Увы, следующий день погода сменилась диаметрально. Долгое ожидание, выход на воду и все же отмена стартов. Пришло время подводить итоги. В итоге Кубок Уральских Гор и первое место на этапе Кубка России досталось матрешке в составе Натальи Кравец, Дениса Макарова и Бориса Хмуроевича. Мы рассматриваем эти соревнования как подготовку к чемпионату России, а также мы очень любим наши местные регаты, потому что здесь собираются отличные соперники. По протоколам можно посмотреть, что участвуют чемпионы мира, чемпионы России, очень сильные экипажи и на каждом этапе очень плотная борьба. Второе место взяла команда три капитана Альберта Горкунова, третьей стала команда Трамонтана Евгения Фельдмана. В Анапе юные оптимистеры провели настоящую разведку боем. На этой же акватории в сентябре пройдет первенство России. Первые лицензии были разыграны в Геленджике. И вот месяц спустя настал черед Анапы. В Анапе завершилась отборочная регата на первенство России в классе оптимистов. Соревнование «Весенние паруса Анапы» регата имени героя Советского Союза Ивана Голубца проходило с 8 по 14 мая и в ней принял участие 161 спортсмен из 9 регионов России. Кстати, осенью этого года акватория Анапы впервые за долгое время примет первенство России в классе оптимистов. Аптимисты – это не просто класс, это образ жизни. Квалификационная серия гонок прошла по разнообразной погоде, дав возможность гонщикам проявить себя как в средне слабый, так и в сильный ветер. Ветра хватало, чтобы провести чуть ли не двойную программу, но мы провели все 10 гонок. Даже сегодня пришлось одну гонку прекращать из-за резкой смены направления ветра, но все равно мы ее провели. Так что уровень флота, ну, по крайней мере, у топ-50 уже сильно подровнялся. Это говорит, и многие дети уже могут приходить первыми, причем уверенно приходить первыми, удерживая свое место, тактически удерживая на второй лавировке, то им хватает для этого скорости и мастерства. Меня это очень радует, потому что у нас теперь не единицы топов, а их много. И во внутренней борьбе топовых мы всегда, конечно же, можем надеяться на то, что общее мастерство у нас сильно поднимется. Бронзовым призером соревнований стал Лука Кандыбин. Даниил Деев – серебряный медалист весенних парусов Анапы. Ну а первое место на протяжении всей регаты удерживал Егор Харламов из Москвы. В каких-то моментах он был быстрее меня по скорости и брал лучший старт. В финальной серии в зачете девушек особую стабильность показала первая четверка. Бронзу завоевала Анастасия Кузнецова из Санкт-Петербурга, Крестовский остров. Которая здесь просто отличная, огромное море. Гонки складывались тоже хорошо. Было в некоторые дни тяжело, но справлялась. На второй строчке зачета девушек регату завершила Ксения Романова, Санкт-Петербург, Академия парусного спорта. Ну, давление, конечно же, всегда присутствует, но... Вот мне тренер помогал в этом бороться, что надо забыть то, что было в прошлом году, и жить в настоящем. И надо в этом году брать снова золч. Ну, сейчас приехали немногие, но достаточно сильные ребята. И вот сколько я уже... Ну, давно я уже на оптимисте гоняюсь. И ребята с каждым годом все растут и растут. Захватив лидерство еще в первый гоночный день, победительницей регаты с преимуществом в 56 очков стала Алиса Крупачева. Калининградская область, Дюшор, ПГО и Академия парусного спорта. Мне очень понравилась акватория. Акватория похожа на нашу акваторию Балтийскую. Я вынесла на себя вывод, что не нужно делать лишних фальшстартов, то, что нужно гоняться стабильно. Мне очень понравилась атмосфера, потому что все дружные, все понимающие. Стоит отметить, что Алиса также стала второй в общем зачете регаты, обогнав сильных спортсменов из флота юношей. Весенние паруса Анапы – вторая отборочная регата на первенство России в классе «Оптимист». По итогам регаты определились обладатели 15 лицензий на первенство России в классе. Всего за сезон пройдет 6 отборочных регат на первенство России. Друзья, мы продолжаем знакомить вас не только с теми, кто гоняется, но и с теми, кто популяризирует наш спорт. Очередная рубрика «Еще не жиров» от наших коллег из Russian Selling. В гостях у Кирилла Бабошко сегодня Михаил Ушков. Михаил в прошлом году был признан их сменом года. Он становился чемпионом России в олимпийских и предолимпийских классах. В качестве рулевого побеждал на первой профессиональной парусной лиге. Один из лидеров национальной сборной в олимпийских классах яхт. Вопрос, который я задал себе, вообще вот, а нравится ли мне парусный спорт, вообще ходить под парусом, тренироваться и так далее. Я задал себе только лет в 17-18, потому что там произошел такой переломный момент, когда я пересаживался с 29-го на 49-й. И, разумеется, начиная с «Оптимистов» по 29-й, все было хорошо, я там выиграл много регат, мы катались по зарубежным регатам, там тоже хорошо выступали. И вообще все было классно, но как только мы пересели на олимпийский класс в 49-й, разумеется, вот так вот с наскоку все выигрывать не получалось. И в тот момент, ну, я начал, мне прям, я прихожу с воды, или там после регаты, я понимаю, что ну, прям вообще что-то не нравится, что-то все. А как раз на тот момент я начал потихоньку захаживать в про-яхтинг на годном стадионе и зарабатывать вот денежку. И я такой думаю, блин, вот я начал плохо выступать, разумеется, там со всех зарплат сняли, никаких премий нету. Я такой, блин, а может быть все бросить и пойти, просто вот катать там народ, можно хорошие деньги зарабатывать для того возраста. Вот. И я начал думать, что мне нравится вообще, потому что мне нравится сам парусный спорт, почему я этим занимаюсь, да, либо мне нравится побеждать. И я в тот раз серьезно задумался, и вправду впервые, и понял, что, слава богу, что это понял, что мне нравится сам процесс обучения, мне нравится процесс прогресса. На джижке ты идешь, там можешь галс минуты две и так идти, и так туда посмотрел, сюда посмотрел, в спокойной обстановке, тебя никто не торопит, ты можешь рассудительно подумать, спросить мнение экипажа, куда они бы пошли, что думают. То в накре, разумеется, там все на рефлексах. В микроконтроле. Да, и там некогда думать, поэтому мы такие тупые. Вот. Но если серьезно, то там, да, все на рефлексах, и нет вот этой секунды. Подумка, поворот или не поворот. Вот так. Разумеется, этого нет, все делается на инстинктах, и это очень важно вот в этом плане. Честно, меня очень поразило, это было, по-моему, то ли в августе, то ли в июле, в Питере, на базе Зигзага, в центральном мех-клубе, и меня поразило, честно, я никогда за свою карьеру не видел столько команд, и столько мотивированных людей. То есть, там приехало, насколько я помню, 48 команд. То есть, по 4 человека, на каждые 48 команд. лодок у Зигзага, по-моему, и они, по-моему, даже откуда-то брали, просто, чтобы нас хотя бы на два флота разделились. То есть, даже не было пересадки одним большим флотом в 48 команд. То есть, в один день гоняется один флот, 24 экипажа, и в другой день гоняется другой флот, и потом делится на золотой, серебряный. Вот, то есть, 50 экипажей, и причем там, ну, это не просто корпоратив, где, ну, приехала какая-то огромная там компания, а все, каждый человек, спортсмен, он заряжен, он такой с горящими глазами, типа, что, куда делать, зачем делать, вот так вот, у него просто глаза горят, и он хочет узнавать, хочет гоняться. Вот, единственная проблема, конечно, это финансирование всего этого дела, вот, что очень хочется вот этим людям, у которых горят глаза, и готовы делать это все на, да, вообще безвозмездной основе, готовы тренироваться просто у сатура до ночи, дать какую-то вот материальную часть, акваторию, яхт-клуб, чтобы они могли после учебы, до учебы, у них вот настолько много мотивации, что они каждый день хотят тренироваться, я знаю вот лично, вот, и хочется, чтобы у них была вот инфраструктура очень развита. Человек, на самом деле, когда он особенно в профессионалы уходит, очень мало прогрессирует, на самом деле, в своем, в своем, как сказать-то, уровне, потому что, ну, за редким исключением, реально, люди просто пересаживаются с олимпийского класса на этот, и у них уровень, вот как они гонялись на таком уровне, так они и продолжают гоняться, потому что они не, разумеется, не разбирают свои ошибки, они может, нет, не так выразился, они может, ты знаешь, у них разборы после каждого дня, видео на корме, видео с катером, они все на разбор, ну да, вот сюда, там, пошли не в ту сторону, или там, добрали, там, не вовремя стакси, лили грот, но... Головами покивали, да, но на следующий день повторили все то же самое, и смысл от этих разборов получается нулевой, и это очень хорошо видно, но вот на людях, которые на одном классе долго сидят, и ты видишь, что, ну, побеждают все те же, вторые места занимаются все те же, пятое-десятое место занимаются все те же, даже иногда порядок тот же самый абсолютно, о чем это говорит, что ситуация не меняется. Ребенка отдать там, мальчик, девочка могу уточить, Марии Александровне Фроловой, знаем, да, вот, потому что я искренне считаю, что это вот лучший детский тренер, который есть на данный момент, лучше ее нет, это если что моя мама, вот, ну, это не только потому, что она моя мама, я это говорю, а просто, если посмотреть на сухую статистику, да, без шансов остальным, да, она, вот именно если ребенок, новичок, разумеется, и родители, тоже новички в парусном спорте, то очень важно ребенку с самого начала дать положительную эмоцию от хождения под парусом, потому что мне кажется, именно это самое важное, если мы говорим там про детей 8 лет, да, довольно молодых, вот, чтобы им нравилось заниматься, ну, в зависимости всего еще от достатка родителей, в том смысле, что если не хочется много тратить, а парусный спорт, разумеется, один из самых подразумевает в себе тратных, финансово затратных мероприятий, вот, то, разумеется, проще отдать сначала в государственную школу, потому что там ему и выдадут и лодку, и парус, тренера, на занятия все там, в бассейны, в спортзалы, дадут все это бесплатно, разумеется, туда можно отдать, а если есть какие-то финансы, то можно поискать какие-то частные школы. Для многих уже действующих спортсменов регата-оптимисты северной столицы Кубок Газпрома стала стартом их парусной карьеры. За 12 лет огромное количество спортсменов основной юношеской сборной в различных возрастах и классах начинали свой путь в парусе именно на ОСС. Вот и в этом году регата стартовала на берегах Финского залива, чтобы вновь рождать звезд парусного спорта. Обстановка боевая. Все готовы рвать и метать, лишь бы позволила погода. Приходят какие-то порывы, но я хочу посмотреть, чтобы распространилась на всю акваторию более-менее. И просто уверен, что гонки сегодня мы дадим еще. Так что настроение и время сама позволяет нам еще. Первый гоночный день ветра особо не было. Привели вот одну гонку буквально. А во второй же ветер был уже посильнее. И провели еще четыре гонки. Ну, конечно, тяжелее всего было гоняться со своим сверхником Каратгевичем. Он меня поджимал все время. и поэтому было очень тяжелым соперником. Но все-таки я был поваром, собрался и выиграл. Гоняться на этапе было достаточно сложно, да, потому что лишались постоянно вот очки, там какие-то равенства были. Вороса с Егором Харламовым. Мы были в разных флотах, но там от меня мало что зависело. Я думаю, если бы мы были в одном флоту, больше получилось бы. Наш вид спорта это не просто гонки под парусом. Это прежде всего источник вдохновения, мечтаний и незабываемых эмоций, которые остаются с тобой на всю жизнь. Ровно через месяц наш самый романтичный вид спорта вновь позволит нам пережить эти замечательные эмоции. Ну, а на сегодня у нас все. Ходите под парусом, любите парусный спорт. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok